всем привет и подписчики канала на youtube так у нас ой дочь мама кофту не взяла у нас или 29 января время у нас 7 часов утра и мы собираемся на кто на работу кто садик до илюшкин давай скорее подъем или уж еще нет проснуться не может мужчина то проснулась домой ехать прыгает а деревню розовую шапку да сами пум понтиками пум понтиками пум понтиками розовыми да белая шапка у нас не высохла поэтому придется идти в розовой все начинаем одеваться собираться или я сейчас да или у нас уже одетый тоже лежит подняться не может два скорее вещи наших садик но бери на чем-то стоят ботиночки так ну что мы уже спешим то же время почти 15 минут давайте давай ой 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 какой кошмар дорожки еще не улучшить нечищенная пошли забираться ужас у нас столько снега за ночь давай маму руку скорее или уже всем привет илья идет проделает дорогу да вот это да скажи здорово давайте бегом чтобы с ним поздно вышли из дома обычно минуты в 7 уже выходят еще 7 часов максимум 2 минуты сегодня аж на 10 вышли у меня не досохла куртка ее зеленая теплую кофту совсем теплую теплую о да пробираемся да вон дворник убирает топайте пришла и домой уже с работы время почти три часа вроде бы уехала с ним прямо минут пять вышла из с работы быстро и доехала как не крути час в итоге выходит почти час 50 там 45 минут доехать до дома серёжа тоже работает до четырех часов него сегодня нету работы но там они что-то делал то что там на что осталась работа и до четырех часов до потом домой у меня тоже с ней был самый самый такой день который вообще просто такого дня вообще не нужно просто тупо сидели в топ тупо занимались своими делами потому что тоже с к сожалению не было работы с одной стороны это плохо потому что день тянется вроде бы там эти 6 часов тянутся 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 когда работаешь как-то разговоры разговоры с клиентами время намного выйдет быстрее ну ладно отработали там коже мне поработали немножко посидели немножко все бывает обещает с февраля полную загруженность и там посмотрим сначала люди одного тебя другое говорили сейчас мы знаем сейчас уже третье потом как будет на самом деле ну что вы тут творите кисы а кисы кишка мурыжка кишка мурыжка шторку мне опять содрала муся наши такой вчера я серёжа повесила русская убиралась но все жмор поверь шторку но у себя постаралась ее уже содрала поправлять и я уже пообедала сейчас начиная на кухне у нас тут полный бардак так как утром уходили точнее сейчас вечера я пекла хлеб когда уже сняли концовку поставила печься хлеб это все что от него осталось от буханки хлеба при том то что я еще я даже кусочка не ела и на серёжу утром покушал с тобой на работу взял из вчерашнего осталась вот немытая хлебопечки чаша кастрюли владея доел суп поставил короче серёжа утром суп подогревал поставил еще одна струлю взялась непонятно тарелки ну и короче все 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 сейчас надо будет перемывать мыть на кухне и заново ставить хлеб так навела передок на кухне сейчас начинаю печь хлеб и сразу хотел ответить на комментарии наши подписчица ольги она задала вопрос по поводу хлебопечки довольны ли мы ей как сейчас мы ей пользуемся начну с того что на на хлеб я пеку реже чем хотелось бы это моим детям потому что как вы видите в наших флогах что за столом у нас практически нет хлеба во время еды так как не илья не вероника не владик хлеб не едят очень 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 редко по желанию если же этот хлеб который пеку и хлебопечки съедает абсолютно все и живое подтверждение этому что я вам уже показала хлеб был вытащен из хлебопечки вчера первом часу ночи и хухи не ела не ела не я не власть не ильюша не вероника вот что осталось от него сейчас как раз буду ставить новый хлеб хлебопечка на самая обычная с карта на плане дорогая когда ты попечки появились на рынке продаж я думаю вот уже не знаю что придумать даже хлебопечку сделали но честно скажу это очень здорово это очень классная вещь я и очень довольна очень рада что мы ее приобрели выпекать можно хлеб каши джем и тесто хлеб в чем различные виды очень много их надо только экспериментировать делать что касается каш честно скажу готовила пыталась приготовить один раз хотел попробовать сделать но слишком много по времени потом не стала с ней возиться нету смысла а что касается джемов тесто тоже готовила здорово все получается быстро чайник за окном у нас пошел такой снег вообще большими большими хлопьями здорово настоящая зима 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 но правда на улице потеплело не знаю мне так показалось ну как бы нет мне кажется большого минуса на посмотрите что утром и уходили дома было всего минус 5 по моему как бы не больше сейчас даже не знаю сколько там но снега у нас намело достаточно за вчерашний буквально вечер и ночь но сейчас опять пошел что касается при попечке экономно а или нет конечно если сравнивать не за с покупным хлебом сейчас сколько стоит в среднем буханка хлеба стоит чуть ну самого обычного я беру 25 наверное рублей так вот где-то средних пределах нет то я не скажу что этот хлеб выходит намного дороже ну да если что давайте электроэнергию но там тоже то все учтено в буханке хлеба когда покупном я использую молоко молоко если полтора процента я использую полностью 250 грамм мало миллилитров молока а если 2 и 5 то 200 грамм молока добавляю и 50 миллилитров грамм грамм все миллилитра воды а также использую мед салового ложка меда нужен не я покупаю самый обычный не очень дорогой когда бывает беру на рынке на разрез когда в магазине таком это мы брали в ленте еще господи уже сто лет назад обед ему разнотравить чтобы не был очень сладкий ну и принципе на буханку ржаного хлеба на 750 грамм выходит получается 100 грамм муки ржаной 10 грамм обычной муки 250 миллилитров молока молока и как и разбавляю с водой столовая ложка меда и сейчас еще так ложка чайный дрожжей немножко оливкового масла и немножко щепотка соли все начинаю готовить хлеб поэтому давайте добавить как бы если вы надумали покупать мою хлебопечку то это хорошая вещь вообще очень очень довольны потом покупайте без сомнений если вам нравится точнее кто любит хлеб например этот хлеб у меня есть все в семье абсолютно независимо того что покупной у нас идет идет вообще только сережа есть и все я при этом где-то когда-то кусочек хлеба съем но это хлеба тоже стараюсь не есть потому что он очень-очень вкусно и вас много можно съесть много что очень-очень вредно для фигуры так все очень много снега давай-ка скорее дочь скорее скорее да вот вероятно всем проснулась ты же раздоровалась нет то есть я не здорово еще спала до давай скорее топай бегом побежали 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 вероятно что попросил взять ее рюкзак поэтому сегодня они придут сама несет свой рюкзак свои вещи на гимнастику да доченька довольная давай скорее снег идет и идет кладу дорожки все очищены не то что мы утром заметает да это же мы утром топали много-много-много-много было да с утра дождь не замерзла куртки нет замерзла ну конечно прохладно какая там под низом теплая кофта не было все равно куртка забыли ты кофту одеть и ты была без кофты и вот и вот и ков курки все сначала забыли владели так и пугай у нас там кофы теплая под низом как ну конечно какая кофта не было все равно куртка то весенние давай скорее топать всем привет всем привет подписчикам на ютубе что есть времен 5 часов почти я забрал рюшку не пойти поэтому сейчас тоже за 7 целый день идет снег сейчас мелкие я с работу ходил сочи пораньше до четырех часов у нас работа была не было неудобно позвонил татьяне татьяна забрала пиронику пошли на тренировку я группу зажать сразу же зайти пока как раз все полпятого должен приехать был остановку забираешь мне не билось да и леску забрал пораньше вот столько у нас снега на мелоне зная снимала то нет вообще очень много себя будет нормально знаем еще пытает уже не знаю чего забыли снежка лепа уже снег немножко мокрова от поиск крыш 0 по-моему ну и что он грибу сыпать по прогнозам прогнозом как дела садики нормально сейчас дышался краски блин красили там ванны оборудование голова начинает ну вальность растворителя чистят все чистить и у нас не чистить дорогу и здесь вишен тоже у вас чистили дорогу засадом хорошо с утра было не пройти не проехать вообще где возле дома не знаю что посмотрим посмотрим сегодня домой запах во рту растворительно я снимала сегодня и с утра так пришла я домой с вероникой буквально недавно сегодня тоже не спеша так шли с вероника в снегу бы валялась хилл поснимается так здорово надо помогает развалиться на снегу у меня телефон одном проценте зарядки был вообще ужасно телефона садится в на холоде просто нереальная ладежь а найдешь иди поздоровайся дошла кстати не так было лень вот идти а там рядом она красная о не дать лицам дальше бред красная белая зашла там купила корма им по 9 рублей почти закончились по моим миске не убирай не убираешь по моим миске положу и кушать важно пакетик уже себе сразу бутерброды делать на завтра да практически уже успела сварить и гречку на ужин на мою мысль в часах может на гречку сделаем и у меня размораживается точнее уже почти тогда нужно разморозилась печень с куриная сейчас буду готовить и и что ты сегодня да ты что папа папа теперь два года на работу фами один делайте пожалуй на работу до масла короче я сегодня получил парень галина выкинул масло но и ваковку от масла английскому языку получил 3 3 4 а по физе получил 5 мальчина умница шоссе по миску устно отвечали письменно нет мы сегодня писали контролу больше всего не надо любить английском языке уходим контроль не молодец любить о миске надо а начала я жарить уже печень что позвонили бабушке поздравили и юбилеем десятилетия песен сразу посолила поперчила обжарю и затем уже буду и и так все мне готова уже печенка пожарила добавилась на сметанке а что сметана лук морковка немножечко чесночка соль перец все мне потушилось выключила также готов хлеб сейчас буду доставать его и хотела смотреть на комментарии наши подписчицы по поводу какими средствами я пользуюсь при стирке в принципе мы уже не раз показывали мы покупаем именно такой жидкий а порошок жидкий гель раньше мы постоянно пользовались обычным порошком но это еще был очень давно очка мы жили в людинове затем мы перешли на капсулу это было связано с тем то что у нас машинка уже была такая старая и очень плохо выстирывался порошок из нее мы перешли на капсулу как-то к ним одновременно привыкли туда цена на них была еще более адекватная скажем так не нежели сейчас вообще а затем я пришла на гель решил попробовать потому что все таки гель намного удобнее нежели капсулу тоже капсулу независимо от того сколько ты стираешь вещей одно-две или полную машинку тебя ты должна закинуть капсулу а здесь если там и стираю одну-две вещи зачем нам наливать или полный по почетам или полу даже полу по колпачка его достаточно совсем немного конечно он тоже дорого стоит но мы просто мы всегда берем их по акции причем только персил мы берем различные персил ариэли когда когда что бывает в принципе даже тает берем все что касается гелях именно и когда по акции вот этот мы покупали еще господи дай бог памяти но уже 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 точнее еще не уже еще к ну то ли ноябре то ли в октябре это покупали две пачки и они были сдвоенные за 600 рублей нами даже октябре это еще было две пачки по 600 рублей 600 рублей 2 стоило как бы вот это то только-только я начала вторую очень очень удобно и экономно выходит хотя стираю я очень много что касается также это про здесь наполнителя о наполнителем все кондиционером для белья прошлом основном сейчас нам пришли только на него очень долгое время покупаем его тоже по акции куда бывает по 600 рублей брали сразу берем несколько штук вот там по 70 рублей сейчас после раз тоже покупали его выбрали сразу несколько штук по акциям что касается пятновыводителей отбеливатель с этим вообще честно беда у меня потому что я попробовал такой босс жидкий отбелитель пятновыводитель пользуюсь и с энергетиком но что он хочу сказать что тот что тут я им честно ну не сказать что я прямо ими сильно довольна вот да выводит какие-то определенные пятна но далеко не все далеко до идеала еще я пользуюсь мылом пятновыводитель мыло пятновыводитель по-моему так называется да пятновыводитель тоже очень хорошее мыло но последнее время раньше у меня выводила все абсолютно на плавах пятна до единовости последнее время тоже начинает видно химичить тоже далеко не все пятна вот например только вот это вот моя плата домашняя я его просто обожаю на меня вообще супер здоровская очень-очень люблю находить него дома но к сожалению на нем есть пятна которые просто невозможно вывести я уже перепробовала все на свете многие написали комментарии что и ванишь и ну ванишь я честно и вообще считаю чисто отмывание денег вот лично по мне потому что я пробовала им пользоваться неоднократно покупала и порошочки однокедно разве покупала просто на пробу и когда это брали как-то питновыводитель и ванишь но я не вижу ничего не хорошего то на нем заоблачная не справляется он с таким пятнами как там разрекламировано просто и что касается вот этих средств тоже к сожалению к сожалению но далеко не все пятна выводят я и замачивала и стирал об этом одну даже домашнее платье одно чисто в машинке сначала замочила там постирала все равно пятна они остались в принципе это такие основные средства чем я пользуюсь при стирке показала если это сам гель ополаскиватель и два обелителя которые принципе поставили я не не сказать что я очень-очень ими довольна так ладно у нас время почти пол восьмого надо ночь скоро уже ужинать сельма за стол ужинать все начали немножко пораньше во-первых и детей хоть немножко пораньше выложить спать сейчас мне туда а нет есть ровно 8 часов до детей проще покушаем помоем сразу спать положим хлебушек хлебушек до хлебушек готовы стекся тепленький нет ты греешься хлебушек а да она и слава на нашему заработку на связь не ах ты а не может ненормально поговорили с двух раз и звонил короче там они на завтраке были начал я думал нормально поговорили я поздравляю нет не отмечают санаторий илюша нашлись недалеко от нас находится не знаю серёжа она звала и куда погулять мышь не нужно приезжать их от погулять там там тора конечно но факта другого то что как не получится работы что-то не работаю если получится по расписанию надо по автобусам то возможно свистили нет конечно позицию за и подробно поход четыре часа туда идет на 4 что-то поздно нет не нормально сработает раз успеваю именно я успею доехать до дома забрать детей сайт садика ну туда мы приедем уже пяти ну по пятому я а я же шкуру буду то его ждать сейчас посмотрим как че надо узнать папа кушает хлебушек кушает так я буду есть тоже немножечко печенки съем и капусты как-то чуть-чуть солнышко да да все работают не всем пока всем хорошее настроение всем пока пока увидимся с вами завтра уже 30 января и завтра я постараюсь после работы когда приду снять ответы на вопросы потому что вопросы вопросы есть и во влоге тоже не не хочется что это будет удобно если на все вопросы я отвечу сразу в одном видео поэтому постараюсь это сделать по возможности а сегодня всем пока пока пока